Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. И в этом видео я хочу показать и рассказать о своих покупках, которые были совершены в июне месяце. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Снимать мы будем вместе с сынули, так что если какие-то у меня будут отключения, я заранее прошу прощения. Начнем с того, что покупки у меня были совершены в основном в одном магазине, Улыбка Радуги. Там было много хороших предложений и много средств позаканчивалось. Поэтому, соответственно, я пошла туда и все быстренько купила. И начну я с того, что закончилось. Это жидкое мыло усынули, вот такое вот мое солнышко. Это гипоаллергенное мыло, уже показывала в предыдущем видео. Было у нас с авокадо зелененькое, теперь зали желтое с экстрактом ромашки. На самом деле аромат похож на ромашку, раствор или настой какой-то ромашки. Такой не очень натуральный, но все-таки неплохой аромат. Не отталкивает, не неприятный, не сушит кожу на самом деле. Ну, вот он действительно мыло не сушит кожу. Не остается никакого раздражения. Используем как для рук, для лица, для подмывания, то есть для умывания или просто для подмывания. Неплохое мыло, могу его посоветовать. Также бюджетная цена где-то от 50 до 55 рублей. Следующее, это уже взрослое мыло. Вот такое. Это мыло от марки Дели Кеа. 500 мл клубничный смузи. Не сушит кожу, содержит увлажняющие компоненты, содержит натуральные экстракты растений. Понравилось, что здесь написано. Аромат клубники на клубничный варенье. Клубничный, может быть, с пенкой, с вареньем. Ну, что-то такое. Вареная, наверное, клубника больше, чем натуральная клубника. Но и натуральное что-то тоже чувствуется здесь. В этом аромате мыло понравилось. Кожу не сушит, не оставляет раздражения. Но аромат на руках не остается после этого мыла. То есть, только в процессе того, как вы мойте руки. Большой объем 500 мл стоило 53 или 55 рублей. Очень дешево. По сравнению с мыло из Эйвана или из Фаберлик, из Эфраши, для меня они, кажется, дороговаты. Если можно купить вот такие вот более дешевые аналоги. На них, наверное, я и перейду. Что еще могу сказать? Удобный дозатор, удобная упаковка. Пользуюсь сейчас я одна с удовольствием. Мне его надолго хватит. Были другие ароматы еще. Было 4 вида. Вишня, шоколад. Вишня, шоколад. Сейчас скажу еще какие. Травы, клубника и рожь. Вот эти 5 видов были. И вот я выбрала этот вид. Но в следующий раз еще хочу взять травы зеленое мыло. Мне тоже понравился аромат. Остальные более, наверное, на зиму подойдут. Запахи. Следующее, что я тоже приобрела в Улыбке Радуги. Вот такой вот спрей. Воспользовалась им один раз. У меня его уже вот столько. Была его не целая упаковка. Стоила 150 рублей. По скидке вышло мне 138 рублей. Неплохая цена. Потому что в других сетевых марках более 200 рублей стоит. Но мне нужен был срочно спрей. Бюджетный. Я взяла вот этот. Приятно пахнет. Хорошая защита. Неплохая. Вот такой белой консистенции. Приятный аромат. Здесь запах травянистый какой-то. Или цветочками тоже пахнет. Ну, такой вот свойственный для чистой линии. Мне понравился. С ним я не сгорела с этим спреем. Удобная упаковка здесь в виде спрея. Но маленький срок годности. То есть, 160 миллилитров и 6 месяцев срок годности. То есть, надо истратить за одно лето. На следующее лето уже надо будет приобретать другое. Наверное, я успею. Потому что расход у него довольно приличный у этого средства. Могу посоветовать. Следующее, что я покажу. Это будет пена для бритья. Взяла я. Хотела брать жилет. Взяла другой марки. Вот такую пену. Это марка Arco. Про нее говорил Игорь. Привет тебе. В своих видео я говорила, что хорошая пена. На самом деле, она неплохо очищает. И не вызывает раздражения. И я могу это все подтвердить. Я пользовалась ей пока один раз. Хорошо очищает. Она не полностью такая вот как плотная пена. Она немного полупрозрачная. Видно, что вы греете и где. Вот такой вот дозатор здесь. 200 миллилитров гель для бритья. Орхидея и цветок вишни розовый. У меня такая вот розовая упаковка. Аромат не очень приятный. Но, в принципе, терпимый. Мне почему-то напоминает облепиху. Не знаю почему. Не очень сложновато вот здесь вот выдавливаться. В остальном абсолютно нет претензий. Стоило, если жилет стоил 200 рублей, этот стоил 103. 103 рубля. Очень хорошая, бюджетная, дешевая цена. Могу посоветовать. Ну, это, конечно, по скидке. По какой-то было в улыбке радуги. И на самом-то деле это средство немного подороже стоит. Вот. Могу посоветовать эту пену. И последнее, что из ухода, по-моему. Нет, там еще есть два бальзамчика. Но, в общем, из ухода за собой. Скажем так. Вот такой вот шампунь я решила попробовать. Это марка Organic People. Натуральный органический био-шампунь для сухих волос. Знаю, что многие девушки смотрят на состав шампуня, гелия. Я как-то не смотрела, но решила в этот раз попробовать. Что же такое? Я уже пробовала натурой Сиберико марку. Мне не подошел тогда ополаскиватель. И решила взять шампунь вот этот вот Organic People. Активное восстановление для сухих волос. То есть здесь в этом шампуне экстракты натуральные. Био-шампунь. Органический экстракт Эдельвейса придает волосам здоровый блеск и эластичность. Органический экстракт Дамасской розы тонизирует кожу головы. Органическое масло Розмарина увлажняет и восстанавливает сухие волосы. Все натуральные экстракты. Но аромат мне не понравился. Неприятный для меня. Рисковатый. На самом деле розы пахнет. Похоже на розу. Запах. Цвет у него удобный. Цвет такой коричнево-зеленый. Будет видно или нет. Но какой-то болотистого цвета. В общем цвет. 360 мл надолго хватит. У меня это для сухих волос. Там есть еще для других. Каких-то. Ну для всех типов по-моему. Еще есть маски. Буду пробовать наверное маску. Потому что шампунь мне очень понравился. Первый раз я его нанесла на обычные волосы. То есть после него я не наносила ни маски, ни кондиционера, ни бальзама, ничего. И эффект был очень хороший. Волосы блестели. Был объем. Но плоховато расчесывались и ароматы. Эти две проблемы небольшие я решила в этот раз. То есть сегодня я воспользовалась этим шампунем. После него нанесла я спрей для расчесывания волос. Абрикосы масла ши из Эйвен. Маша привет тебе. Открытие многих наверное не только меня. Бюджетное средство. Оно очень хорошее. И на самом деле оно работает на волосах. Хорошо они расчесываются. И приятный запах. В остальном к этому шампуне у меня никаких вообще нет вопросов, претензий. Классный, хороший, на пятерку. Могу его посоветовать. Срок годности у него даже не знаю. До 16 года. Довольно долгий. И осталось у меня тут небольшие три покупки. Два бальзамчика. Вот такой бальзам первый я купила от Невея. Тоже в улыбке радуги. С SPF 15 идет. Это как базовая защита. Мед написан на медицинский. Вот такой он желто-белого цвета. Приятный аромат. По консистенции он не сильно увлажняет. Он не жирный. Такой вот средний. Но ощущается неплохой в общем. Для лета и весны. Поздний, для ранней осени. Я думаю, этот бальзамчик хороший. Могу его посоветовать. Помады, блески ложатся на него хорошо. Цена была в районе, что-то, по-моему, 65 вроде бы рублей. Еще оставил упаковочку. Видите, вам показать. Вот такая упаковка у него. 5,5 мл. 4,8 грамм. 12 месяцев. Срок годности. Интенсивная защита. Успокаивает и обеспечивает длительную защиту. Витамин Е. Такой бальзамчик. И еще один бальзамчик. Я приобрела уже не в улыбке, а в другом каком-то вообще супермаркете. По-моему, дешевый. Что-то мне захотелось клубники. Связано, наверное, это еще с жидким мылом, что захотелось клубники. В общем, взяла вот такой вот бальзамчик. Такая же белая упаковка. Клубника. Стоила всего лишь 22 рубля. Тоже оставила показать упаковку. Гигиеническая помада клубника с приятным ароматом клубники. Предназначена для ежедневного мягкого ухода за кожей губ. В том числе с повышенной чувствительностью. Такая клубничка аппетитная. Пахнет химической, но, в принципе, приближенной к натуральному клубникой. Такой вот красный стик. Хорошо увлажняет, питает губы. Но имеет небольшой, конечно, оттенок. Не на все помады подойдет. Вот. Не для всех. Не под все блядьки, не под все помады. Но для дома мне она понравилась. Единственный недостаток ее упаковки. Но за 20 рублей что ожидать. Такая она болтается. Выкручивается вот так. И до конца не закручивается. Но очень приятная помада. Даже ее я могу посоветовать. Потому что она мне напомнила стики-бальзамы для губ у Эйвен. Это вот с серии Нейчерл стоит арбуз. Там еще что у меня было? Малина. Еще каких-то кучу. Там Color Trend. Это все стоит 50-60. А то по распродаже 40. Вот это 22. И разницы я не вижу никакой. Вот этот даже лучше работает. Вот эта помада на мне, чем предыдущий. То есть от нее есть хоть какое-то увлажнение и питание. Так. И последнее, что хотела вам показать. Это такая вот кисточка. Тоже ее еще упаковку. Чехольчик хотела показать. Такая вот Mirage кисточка. Сейчас с освещением что-то совсем плохо. Я прошу прощения. Не знаю, как будет видно на камере что-то или нет. Осталось уже совсем чуть-чуть. Вот. В общем, вот такая кисточка. Белый такой наконечник. Это нейлон, наверное, или искусственный ворс. Вот такая она плоская. И вот здесь вот такая. Я ее брала, чтобы наносить в складочку тени. Мне она для этих целей очень подошла. Вот еще раз покажу ее. Надеюсь, будет видно. Она средней мягкости. Ни мягкая, ни жесткая. Ни одного волоска из нее не вырезала. Кисточка стоила 50 рублей. Очень бюджетный вариант. Так. И еще хотела показать три подарка. В этот раз у меня в этом месте еще были подарки. От мужа и от компании. Там одной бижутерии, в общем. Я вам их покажу сейчас. Индейцы к нам приезжали в центр у нас в городе. И пели песни. И привезли с собой бижутерию разную. Красивую. В предыдущем видео у меня на ушках вот эти сережки. Такие вот. С освещением не знаю вообще видно что-то или нет. Я постараюсь, конечно, чтобы было видно. Наверное, все-таки сейчас подождите секундочку. У меня почему-то такое чувство, что там вообще ничего не будет видно. В общем, вот такие сережечки милые. Вот такой замочек. Здесь он открывается. Здесь бусинка. Еще одна бусинка. И вот перышко. Очень красивые, милые сережки. Мне они очень понравились. У нас вот резко потемнело. И вообще у нас очень пасмурная погода. Идет дождик постоянно. Поэтому с освещением могут быть проблемы. И это от меня не зависит. Но я все равно извиняюсь. Прошу прощения. И браслет. Вот такой вот браслетик. Уже завязывала его. Это кожаный браслет. Здесь голубые ниточки переплетенные. И коричневые. Под многую мою одежду подойдет. Коричневый вообще универсальный цвет. Под все что угодно подходит. А бирюзовый, голубой подойдет и под кофты под мои. И под что-то такое. В общем, такой вот браслет. Классный. Тоже им очень довольны. Так, прошу прощения. Ну все, все, все. Не прошу. У нас тут сегодня... Пока мы тоже только проснулись. Поэтому пока не особенно в духе. Вот. И, наверное, последнее, что я покажу в этом видео. Кратенько и скажу буквально в трех словах. Если кому-то неинтересны мои макияжи, я могу сказать, что все. Видео для вас, наверное, закончилось в плане информативности. А если кто-то... Вот у меня был запрос на макияж. Показать с палеткой. Я вот это оставила сейчас на конец видео. Напишите мне, пожалуйста, под видео, стоит ли мне вообще говорить, какие использованы продукты в моем макияже. Нужно ли это кому-то интересно или нет. Если да, то буду делать, соответственно, в конце видео. Если нет, то нет. Ну, как говорится, и ладно. Вот. Но сегодня решила показать все-таки, что я использовала вот такую вот палеточку от Bella Oggi. Которую я покупала. Это у нас такая марка итальянская. 0,5 оттенок. Использовала на все века вот этот вот серый цвет. Вот серебристый. Вот этим я растушевывала складочку. Еще вот этот вот серебристый цвет, брав, легко под бровь подошел. И вот этот же серебристый цвет вниз века. То есть он очень, вот этот цвет оказался для меня незаменимым. Очень многофункциональным. Вот этот цвет сиренево-бордовый наносила в складочку. И вот этот вот розовый и сиреневый. По чуть-чуть на веко. Сейчас уж тогда еще раз сделаю сводчи этих теней. Вот так они выглядят. На загорелой руке вот смотрятся вот так. Они не очень яркие, но на самом деле они могут дать какой-то эффект заплаканных глаз. С ними нужно быть очень аккуратной и добавлять другие оттенки. Я добавила другой оттенок. Это был вот такой вот оттенок из Дебора Милана. Это у нас Фаберлик Инфином номер 20. Один оттенок. У нас такой ветер просто сильный. Аж завывает. Наверное, ураган начнется. Пока я видео здесь снимаю. Даже не знаю, как мы гулять пойдем. Но этот цвет очень хороший. Он у меня в предыдущем видео был на всем веке. И здесь я тоже его добавляла. Вот такой оттенок сиреневый. Сейчас тоже его нанесу. Вот. Такие вот тени у меня сегодня использованы в макияже. Надеюсь, будет что-то видно. Я очень на это надеюсь. Также использовала тушь от Фаберлик. Максимум роста ее не буду показывать. Еще использовала карандашик для глаз, который я вам покажу. Вот такой вот от Avon Sparkling Silve. Серебряный карандаш. Вот такой он с блестками идет. Серебристый такой. Мягкий, нежный. Мне кажется, с сиреневыми, с розовыми цветами. Хорошо сочетается вот этот вот серый оттенок. Он мягкий, стойкий. Мне очень нравится. И вообще люблю вот эти карандаши от Avon. У меня они должны быть обязательно. Мои must have. Так, и последняя помада, которую я вам хотела показать. Приятная на губах, не скатывается в полоску. Увлажняет в меру, в меру она питает. Это вот такая вот помадка от Luxe Avon. Peach Veil, то есть персиковая вуаль. Такой оттеночек она здесь. Еще раз обновлю, нанесу на губы. Приятная, нежная, мягкая. Свочу ее. Сейчас тоже сделаю. Вот такого оттенка. Очень красиво, освежает лицо. Это такой персиково-нюдово, наверное, персиково-бежево-розовый. Сложный цвет, который практически без блесток дает такой эффект влажных губ. Для повседневного макияжа просто отличная, незаменимая вещь. Вот такой у меня был обзор моих покупок. Также здесь у меня и подарки. И еще самый последний подарочек, который я вам забыла показать. Это уже все, наверное. Буду заканчивать видео. Это недавно компания Sunlight сделала подарок. У меня мужу, он покупал в Атрусе, в магазине Атрус Мясо. И ему там дали купон на бесплатный подарок. В общем, смотрите сами. Это вот такой вот малюсенький-малюсенький кулончик. Который у меня не влезает ни в одну серебряную цепочку. Но кулончик этот серебряный. То есть его, возможно, я как-то еще приспособлюсь носить. Ну, такой подарок в любом случае приятно получить. А у нас многие за такими подарками поехали в крупный магазин. Мы тоже съездили. И очень приятно, что бижутерии порадовали. Вот. Вот такой вот был у меня обзор магазинных покупок. Подарков. Моего макияжа. В общем, все такое сборное с Алянком. И тут и с сыном. И сейчас, наверное, немножко даже покажу вам влог, что у нас вообще дома творится. Я не знаю, будет видно что-то или нет. В общем, смотрите. Это у нас вот просто очень сильно. Вот сводч еще раз покажу, если бы его не видно там. При таком освещении их видно лучше. И также покажу вам, как у нас вообще. Вот дерево. У нас просто слякно открыть, наверное, будет. Вот у нас начался ливень. Вот. Такой сильный у нас ветер. Вообще погода как-то совсем не летняя, не радует. Надеюсь, что все-таки будет у нас тепло. Вот. Еще раз всем большое спасибо за внимание. Всем желаю отличной погоды. Хорошего настроения. Деньков летних прекрасных. Мы тут сынули, наверное, сегодня. Останемся дома, судя по погоде. Будем сидеть сейчас играть, заниматься. Но вот мы на улицу не пойдем. Вот. Всем желаю, чтобы у вас была отличная погода, хорошее настроение, теплых летних солнечных деньков, отличного настроения, праздников вам в душе и лета. Главное, тепла побольше в отношениях с другими людьми в душе и на улице. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч.